Сергей Василенко крутит баранку троллейбуса вот уже более 10 лет. За это время стал первоклассным водителем. Свой статус трижды подтвердил на городских этапах конкурса профмастерства и дважды на всероссийском. В этом году соревнования проходили в Омске. За звание лучшего боролись 36 водителей троллейбусов со всей страны. Сергей Василенко занял второе место. Проходить испытания приходилось на разных марках и моделях троллейбусов. До начала конкурса организаторы даже не позволили ни разу на них прокатиться. Осваивать технику пришлось на ходу. У нас были три модели троллейбусов. Модели совершенно отличаются друг от друга. Это очень разные троллейбусы. У них даже отличаются габариты. То есть самый длинный в этом этапе был Адмирал, потому что его длина 12,9, а бокс, в который надо заехать, допустим, он 13 ровно. Я его сам выбрал. Эта модель более новая, она лучше в маневренности, в отличие от двух других. Адмиралы, оснащенные кондиционерами, Самарцев возят по четвертому маршруту с прошлого года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сергей Василенко трудится на шестом, поэтому на Адмирале он впервые показал скоростное и комфортное вождение со знанием правил дорожного движения и культуры обслуживания только на всероссийском конкурсе. Индикатором качества работы послужил этап, который организаторы в шутку назвали «Не урани бабушку». Сейчас это манекен, установленный в середине салона. До этого был стакан с водой. Вести троллейбус нужно так, чтобы он не шелохнулся. Напарник по работе, кондуктор Ярослава Салливан, рассказывает, в реальной жизни Сергей Василенко водит троллейбус очень плавно, поэтому пройти конкурс ему не составило большого труда. Пассажиры, узнав, что сегодня их везет один из лучших водителей троллейбусов в России были приятно удивлены и дали свою оценку работе Сергея Василенко. Конкурс профмастерства всероссийского масштаба в 2020 году проходил в Самаре. Тогда Сергей Василенко впервые занял второе место. А его самарский коллега Евгений Иркин стал третьим, проработав до этого в ТТУ всего несколько месяцев. Руководство предприятия уверено в качестве знаний и умений, которые бесплатно получают слушатели местного учебного центра. Можно взять любого водителя троллейбуса из 250 работающих в Самаре, и каждый покажет достойный результат. Конкуренция на соревнованиях между трех городских депо высокая, подтверждает дирекция ТТУ. Приятно, потому что всегда ТТУ славилась хорошей подготовкой, хорошим преподавательским составом, хорошими наставниками. Мы традиционно за последние, наверное, ну может быть там ошибусь, за последние пять лет всегда входим там в тройку призеров конкурсов. Есть к кому участвовать, есть куда стремиться. Всероссийский конкурс профмастерства водителей троллейбусов в этом году проходил в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А еще его проведение совпало со Всемирным днем окружающей среды. А как известно, электрический транспорт самый экологичный и тихий из существующих. И что удивительно, самая большая троллейбусная сеть в мире находится в России. В Самаре она составляет 212 километров, а парк включает 235 троллейбусов. Водители, участники конкурса профмастерства, повышают не только свою классность, но и автоматически зарплату. Это стимул для рабочих ТТУ. А для желающих освоить профессию – зеленый свет. Предприятие активно приглашает на работу. Выпускникам учебного центра при трудоустройстве выплачивают 100 тысяч рублей подъемных. Молодежь получает бонусы к основному заработку. В этом году усилен соцпакет, в том числе за счет повышения зарплаты. Сергей Василенко после успешного выступления на всероссийском конкурсе профмастерства без вознаграждения не останется. Помимо 150 тысяч призовых, еще получит 50 тысяч от работодателя в качестве благодарности. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.